Сегодня 11 февраля 2019 года Ульяновская область торжественно вошла в новую эру телевизионного вещания. Теперь 20 общероссийских каналов будут транслироваться не в аналоговом, а в цифровом формате. Федеральная целевая программа развития телерадиовещания в Российской Федерации была принята еще в декабре 2009 года. Согласно документу телезрители должны получить 20 каналов в высоком качестве. Годы подготовки, мониторинг населения, технические работы. Знаковый момент наконец-то свершился. Утром 11 февраля в телецентре запустили цифровое телевидение, а со старым форматом попрощались. Сейчас мы переключим аналоговую картинку на заставку, заместим ее заставкой. И в течение недели еще будем информировать наших телезрителей о том, что аналоговое телевидение отключается и всем необходимо переходить на цифру. Через какие-то мгновения картинку телевизионную заместит черное поле с информацией. Переключаемся. Все, отключения произошли. Запечатлять момент. В Ульяновск приехал заместитель генерального директора российской телевизионной и радиовещательной сети Борис Теребиленко. Ульяновская область по своей готовности одна из передовых. Охват населения превышается свыше 96%. Были созданы рабочая группа при администрации области. Горячая линия по тому, чтобы объяснить нашим телезрителям, что, какие технологические приставки, телевизоры подходят под цифровое вещание. Установка приставок для малообеспеченных граждан и жителей отдаленных районов прошла успешно. Обещанные компенсации за покупку техники людям уже выдают. Более 600 человек, те, кто подали заявки на возмещение расходов на приобретение приставки и антенн, и более 300 человек уже эти выплаты получили. На эфирные перемены общество отреагировало бурно. Накануне вступления в цифровую эру на площади Ленина волонтеры устроили флешмоб. Таким образом, местная молодежь присоединилась к всероссийской акции «Смотри цифру». Волонтеры и старшеклассники синхронно поднимали к небу таблички. Сначала они продемонстрировали изображение телевизионной тестовой сетки на экране телевизора. Затем появилась огромная бабочка – логотип цифрового вещания. В исполнении 300 добровольцев зрелище получилось эффектным. В акции участвовали и другие регионы. Флешмоб проходил в Грозном, Магадане, Пензе, Рязани, Туле и Ярославле. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.